Перед началом ролика не могу не упомянуть о своём генеральном спонсоре, FanPay, с которым сотрудничаю более года. Огромный спектр услуг, низкие цены и богатый ассортимент. Ссылка в описании. И если скорость загрузки видосиков на ютубе вас не устраивает, то предлагаю вам свой канал на дзене. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа. Поздравляю вас со стартом нового дополнения к World of Warcraft. Начиная с сегодняшнего дня, мы можем делать различные вещицы, которые ранее были заблокированы. На протяжении абсолютно всего раннего доступа стримил каждый день по несколько часов. И у людей возникали вопросы о том, как можно поиграть на RAW в учётке, что нужно сделать, как вообще можно поиграть текущее новое дополнение. Очень хочется в WoW поиграть, как можно реализовать всё это. Попробую абсолютно на все вопросы ответить, абсолютно всё расскажу, поясню в способах о том, как можно вообще поиграть. Видосик такого формата был уже ранее, но я думаю информацию всё-таки стоит обновить. Также я в курсе была выставка Gamescom, и абсолютно про WoW ничего не сказали касательно того, что WoW будет в геймпассе. Просто показали видосик к новому дополнению, порассуждали немножко про новое дополнение, и всё. То есть геймпасс отпадает сразу же. Но касательно способов, начнём же. Первый способ не требует больших финансовых вложений. Быстрый, лёгкий, но при этом вы теряете всю свою накопленную коллекцию. Это создание новой учётной записи. Создаётся новая учётная запись с целью того, чтобы вы сами могли пользоваться услугами магазина Battle.net. Какую страну лучше создавать? Вопрос довольно-таки хороший. Я думаю, люди в комментариях 100% знают, на какую страну лучше оформлять Battle.net. Где более выгодные цены, где можно по дешёвке всё купить абсолютно. Второй способ является проверкой вашего везения. Тяжёлый, сложный, не требующий больших финансовых вложений. И при этом при вас остаётся коллекция ваших персонажей, маунтов, питомцев, ачивок. Смена региона учётной записи. Если повезёт, это даже сделается довольно-таки быстро. А если не повезёт, может вообще ничего не получится абсолютно. Рулетка. Просто-напросто рулетка. Самая обыкновенная. Третий способ довольно-таки быстрый, лёгкий. При вас даже останется коллекция ваших персонажей. Но нужно будет заплатить кругленькую сумму. А именно целых 90 тысяч рублей нужно отвалить за код с коллекционного издания нового дополнения. Но по факту мы делим это количество денег на три, зайдя в мой дискорд. Коды работают. Я сам так сделал. Активировал кодик. И без какой-либо головной боли сижу и играю на своих персонажах. Развиваю свою любимую ДКшечку. Четвёртый способ. Быстрый, лёгкий. Ноль финансовых затрат. И даже при вас останется коллекция персонажей. Хоть они и будут неактивны. Перестаем оплачивать учётку. И забиваем на эту игру. Если вы заходили в ВОЗ с целью того, чтобы пообщаться в чатике, это можно сделать и на стримах. Почему бы и нет. На различных дискорд серверах, которые ВОВу посвящены. В моём, например, дискорд сервере. На моём стриме, как вариант. Если ВОВа для вас не была мейн-игрой, так тем более тратить большие деньги, что делать с аккаунтом, садиться на другой аккаунт. Возможно, вам просто влом, возможно, не хочется. Я всё прекрасно понимаю. Поэтому подумайте об этом. Я знаю то, что многие люди ливнули ещё в марте 2022, когда ужесточили оплату. Она реально поднялась, там, карты в цене там выросли. Возможно, сейчас ещё люди ливнут. Грустно это всё, конечно, но таковы реалии. Если вы досмотрели видосик досюда, значит, вам и вправду интересно узнать пятый способ. Он секретный, так что никому о нём не говорите. Несмотря на то, что он долгий, он лёгкий. Несмотря на то, что вы сохраните коллекцию своих персонажей, вам придётся немножко отдать деньжат. Ждём полтора-два года. В тот момент, когда стартанёт новое дополнение, ВОВ станет бесплатным. Оно будет включено в Base Edition. Таким образом, просто оплачивая подписку, можно будет спокойно играть в ВОВ. Да, придётся подождать полтора-два года. Но кто-то без шуток готов таким заниматься. Выбор каждого. Выбирайте способ для себя. Всех вам благ. Счастья, здоровья. Берегите ноги, моете руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого. Продолжение следует... Продолжение следует...